МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Два ответа. На этой неделе Анапа принимала Краевую совет безопасности, которую вел лично губернатор. Ну а перед этим Венибин Кондратьев лично проверил готовность курорта к началу сезона. А Анапа стала другой, сказал губернатор, подводя итоги. Какой стал Анапа? Что изменилось? Я предлагаю сначала посмотреть материал, потом вернуться в студию и продолжить разговор. Глава региона специально приехал в Анапу, чтобы проверить, насколько курорт готов к началу сезона. Ведь еще прошлым летом к состоянию территории у губернатора были претензии. Сегодня изменения, как говорится, налицо. За проделанную работу Венибин Кондратьев благодарит мэра Анапы, который заступил на свою должность полгода назад. Где мы сейчас были, где мы проехали, что я посмотрел. На самом деле просто есть хозяин и есть порядок. Есть комфорт, который в городе появился, уют, который вы создаете. Конечно, в первую очередь это и для горожан, ну и, конечно, для многомиллионных гостей, отдыхающих в Анапы. Вот сегодня мы можем констатировать, что Анапа другая. Анапа уже уютная, гостеприимная и, я уверен, милое сердце. И сюда много-много-много еще раз. Те, кто уже отдохнет в этом сезоне, в прошлых сезонах, они достаточно вернутся. А это единственный в Анапе отель, который работает по системе «Все включено». Сейчас тут наводят последний марафет в номерах. С 11 июня уже забронировано почти три этажа. Ждут здесь не только туристов. На время Чемпионата мира по футболу тут разместится сборная Дании. В отеле специально пришлось докупить мебель и жесткие матрасы. А наши кубанские повара разработали меню для иностранных гостей. Внутри главе региона показывают номера, которые подготовили для футболистов. Для руководства отеля предстоящий мундиаль, своего рода экзамен. После него тут планируют принимать еще больше гостей. Рядом инвестор строит еще два корпуса. Соглашение было подписано буквально несколько месяцев назад на сочинском форуме. Вот мы подписали соглашение в феврале. Сегодня уже 100 миллионов инвестировали. Уже идет полное строительство. Если там будет такое же качество, как здесь, там будет лучше. Ну, коллеги, о чем мы говорим? Только вот при таких обстоятельствах, когда мы строим такие современнейшие отели, комфортные отели, доступные по цене, мы не только сохраним количество туристов, которые приезжают в наш край, мы и увеличим, и увеличим кратно отдыхающих, создавая условия, доступные условия для качественного, комфортного отдыха и жителей края, и жителей, конечно, страны. А вот то, что сейчас я вижу, мы к этому не только стремимся, мы это уже реализуем. Уже начали. Вот в 20-м году уже первая отдыхающая команда. Коллеги, лучше любых отчетов. Мы сейчас стоим уже в готовом, где сборная Дании будет проживать, где сегодняшние отдыхающие уже проживают. А это и есть экономика. Коллеги, все, что мы делаем, это наша экономика. Все, что мы делаем, это наша экономика. Конкуренция с Крымом после открытия моста нас не пугает. Что такого интересного готово предложить Анапа, чтобы не только удержать, но и привлечь новых туристов? Ну, я уверен в том, что наши потребители, наши курортные отдыхающие, которые к нам приезжали, они Анапу знают, они Анапу любят, они и так будут приезжать. Мы стараться будем максимально развивать Анапу в плане, скажем так, рекламировать новым брендом. Сейчас у нас вот-вот должен заработать сайт наших курортных именно сфер. Будем рекламировать себя для того, чтобы привлечь еще больше туристов на территорию Анапу. Ну, в первую очередь, наше богатство – это пляжи. Сколько было снесено, назовем это, незаконные конструкции, которые просто уродовали пляжи? Ну, у нас в том году, в сентябре уже по итогу, и начали мы работу эту с августа, незаконные объекты сносить, порядка 70 конструкций мы снесли на территории пляжных, именно территорий, на всех. У нас свыше 109 на сегодняшний день, согласно реестру нашего пляжных территорий, из них 8 муниципальных. Это наши муниципальные пляжи, которые закреплены за Мупаку. Остальные все это – наших санаториев, отели крупных, детских здравниц. Все остальные пляжи мы снесли в реестр в едином. А насколько сократится количество торговых объектов? Ведь, вспоминая, вот прошлый год, там и самого пляжа-то из-за них не было видно. Ну, во-первых, у нас есть постановление за СК-1289. Мы строго будем действовать в этом направлении. У нас на пляжных территориях только будут напитки и мороженое. И если и будет что-то еще, то только в промоупаковке. Значит, мы сократили с тем годом, у нас было 113, согласно дислокации объектов. Мы их сократили до 30, потому что всего разыграли в том году на торгах 27 объектов. Мы оставили 30, 33, если я не ошибаюсь, если быть точным. Значит, вот все эти объекты будут разыграны с аукциона, и все будут работать. Что касается остальных объектов, категорически будем требовать, чтобы не было никаких вот этих больших аттракционов, которые занимают лишнюю площадь. Будем уделять внимание особо это, чтобы люди комфортно себя чувствовали, чтобы они могли свободно пройти к морю, чтобы был доступ свободный, чтобы они могли не только на лежаках, но и просто на песке полежать, позагорать, скажем так, чтобы могли комфортно отдыхать. Ну а кто будет следить за санитарным состоянием пляжей? Кто в чистоте их будет поддерживать? За санитарным состоянием у нас будут созданы, во-первых, мобильные группы, в которых состав войдет Роспотребнадзор, в первую очередь, которые отвечают за данное направление, именно за санитарную зону. Наши сотрудники будут участвовать, это санитарно-курортного нашего управления. Ну и в том числе остальные наши коллеги, это управление муниципального контроля и управление торговлей будут смотреть именно за торговыми объектами, как они будут осуществлять свою деятельность, чтобы они тоже не делали нарушения именно санитарного законодательства в том числе. А по чистоте пляжных территорий? По чистоте пляжных территорий, значит, у нас на сегодняшний момент 11 единиц техники мупаку, дополнительно мы приобрели туда 5 единиц, для того, чтобы нам было более, скажем так, эффективно работать. Значит, сегодня у нас есть одна единица селки, которая пересеивает песок, убирает мусор, скажем так, отделяет палки, ветки и остальной всякий мусор, убирается, остается чисто гладенький песочек. Уверен, что справимся. И доступность пляжей для людей с ограниченными возможностями. Мы об этом с вами уже говорили. Сколько пляжей в этом году уже будет готово принять людей этой категории? Ну, я встречался с организацией наших инвалидов. Мы с ними приняли решение, что на сегодняшний момент по возможности мы делаем территорию центрального пляжа, там будет именно доступ для них, и будут все условия созданы. Это в первую очередь будут для них раздевалки специальные, будут туалеты, будут посты спасательные, и в том числе будут медпункты, в которые они могут свободно заезжать на своих, скажем так, инвалидных креслах и получать, скажем так, какие-то консультации и все. И второй пляж мы на Витязево, тоже на центральном пляже Витязево, тоже планируем сделать такую же доступную среду для наших людей с ограниченными возможностями. Есть у нас еще две территории, на которых, возможно, тоже можно будет им пользоваться. Это территория Высокого берега, санатория, и второй – это Малая бухта. Вот там. Доктор Ильич, вот будут ли какие-то дополнительные приятные опции? Я знаю, что обсуждаются варианты освещения пляжей в вечернее время, вроде как, возможно, вариант бесплатного интернета. Что еще планируете? Ну, мы занимаемся сейчас и Wi-Fi, занимаемся дополнительной установкой видеонаблюдения. У нас и так на всех пляжах, которые закреплены за санаториями, там и так есть и видеонаблюдение, и они свой Wi-Fi подключают тоже для людей, для своих. Что касается муниципальных пляжей, мы занимаемся этим вопросом. По освещению тоже будем делать максимально, чтобы комфортно людям было и в ночное время находиться на территории пляжей. Будем стремиться к тому, чтобы было и освещение фактически везде. Ну, где не будет, уже будем в следующем году, значит, усилим в этом вопросе. Ну, вот наведение порядка и обеспечение безопасности, наверное, это главные тезисы, которым возвращались каждый раз на Совете Безопасности, который у нас прошел. Сегодня все наши предприятия имеют паспорта безопасности? Нет, к сожалению, не все. Я не буду лукавить, я скажу правду. Да, у нас 50% всего лишь объектов, которые имеют паспорта безопасности. Сейчас у нас плотно мы занимаемся с Росгвардией, делаем категорирование в ускоренном темпе. Почему? Потому что губернатор дал поручение до 1 июня закончить эту работу. Мы сейчас максимально постараемся все объекты откатегорировать, подготовить документы, чтобы они могли сдать их в Росгвардию для уже получения паспорта. А что дает этот паспорт безопасности? Ну, помимо того, что это документ сам по себе, да? То есть, вот фактически, что изменится в системе контроля, в системе безопасности санаторийно-куродного комплекса? Ну, паспорт безопасности, во-первых, конечно, он в первую очередь необходим при чрезвычайной ситуации. Если, не дай бог, что-то произошло на объекте, тогда сразу видно в паспорте безопасности указано все. Кто за что отвечает, да? Кто несет какую ответственность за какое направление? Где на объекте располагаются видеокамеры? Где располагаются пожарные системы? Где находится... Ну, все описано в этом паспорте безопасности. Конечно, паспорт, он, скажем так, имеет... Вот, если, не дай бог, еще раз говорю, повторюсь, где-то что-то происходит, паспорт поднимают и начинают потом разбираться, что, как, чего и почему. Еще один вопрос. Что у нас будет с пунктами проката водного транспорта? Что будет со стихийными точками, которых в прошлом году было просто множество? Кто их будет контролировать и при необходимости реагировать, наказывать, закрывать? Значит, на сегодняшний день мы оставили 18 прокатов на территории, которые будут забрендированы в едином стиле, которые будут все в одинаковой форме работать там, сотрудники их. Что касается нерадивых этих всех наших точек, у нас создана мобильная группа, есть постановление, в состав мобильной группы вошли все наши структуры, которые наделены полномочиями, вплоть до конфискации оборудования, вылаза его на штрафстоянку, и дальше мы уже будем разбираться в судах с такими объектами. Ну, и ваш прогноз на следующий сезон. Какие направления вы будете держать под особым контролем? И, Эдуард Ильич, ну, зная вас, наверняка у вас уже есть план работы и на следующий сезон. То есть, какие проекты вы будете продвигать, что называется, с перспективой? Мы сегодня, скажем так, навели порядок, это упорядочили всю эту торговлю, и теперь главное это сохранить. Мы максимально будем уделять внимание нашим пляжам. Почему? Потому что от этого и зависит комфорт наших людей, приедут ли они в следующем году или нет, потому что пляжные территории – это все-таки лицо нашей Анапы. Что касается планов на следующий год, конечно, я проработал здесь не так много, могу сказать одно. Я вижу, что очень много у нас все-таки людей с ограниченными возможностями. В первую очередь я максимально хотел бы уделить внимание этому вопросу. Я хочу, скажем так, вот уже делаем в этом направлении много, но еще больше, в первую очередь, уделить этому внимание. То есть больше на пляжных территориях создать условия, больше, скажем так, в городе тоже уделить внимание, где-то спуском, где-то парапетом, где-то кнопкам, для того, чтобы эти люди могли свободно себя чувствовать, комфортно, так же, как и мы себя чувствуем. Дорогич, спасибо большое, что нашли время, что пришли к нам в студию. Спасибо за этот интересный разговор.